друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова после выходных на финансовых рынках и продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события и говорить обо всем самым интересным друзья не забывайте что сегодня у нас две встречи это вот этот брифинг и еще также вебинар правильный понедельник где мы крупными мазками проходимся по основным макроэкономическим тенденциям и делаем ставку на какое-то прям супер серьезные события значит и события вот сегодня как раз мы поговорим о том что происходит с американской валютой думаю что будет интересно не забывайте подписываться на наш канал оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и безусловно ставить лайки за это всем вам большое спасибо начнем по традиции с рынка черного золота бренд 4301 сожалению друзья рынок нефти к сожалению для продавцу безусловно продолжает расти причем без каких-либо локальных среднесрочных и уж точно долгосрочных откатов рынок верит в оздоровление мировой экономики и восстановление спроса до уровня которые наблюдались еще в 2019 году если в целом объективно сейчас говорить про рынок углеводородов растет он и на плохом и на хорош но вот на прошлой неделе пожалуй одним из основных драйверов роста это выступил отчет по запасам нефти сша мы ожидали что запасы по идее могли были вырасти четвертую неделю подряд но эта тенденция роста запасов была сломана и они просели на 7 миллиона но в то же время хочу отметить друзья то что запасы все равно остаются на рекордных и практически исторических максимумах а если мы будем говорить про показатели нефтедобычи то он также держится на высоких значениях но по крайней мере скакнули мы две недели назад на 500 тысяч а точнее не мы а американские сланцевые производители с 10 с половиной до 11 миллионов баррелей в сутки рынок нефти всячески игнорирует ухудшение ситуации с корона вирусом я думаю что это ошибка поскольку проблема становится настолько очевидно что не признавать ее ну даже непростительно вы сами видите как меняется статистика в худшую сторону рекомендую следить за данными исследовательского центра джона хопкинса там подробно по регионам все отмечено в штатах чуть ли не день каждый день это рекордные показатели по числу заболевших 50 тысяч в сутки ну да нашли причину что якобы усилили процесс ускорили процесс сделали более масштабным тестирование но я думаю что все таки мы говорим о либо второй волне повторной вспышки коронавируса либо эффекте продолжающейся первой волны но как говорится в принципе с какой стороны будем посмотреть проблема она остается очевидно я вижу в том что если ситуация не будет взята под контроль ближайшее время мы вернемся все-таки вернемся к тем проблемам которые ранее провоцировали распродажи в том числе и рынка нефти на опасениях за то что будет с мировой экономикой если многим регионам которые начали уже смягчать послабление давать послабление смягчать меры карантина если им снова придется встать на массовые блокировки закрытие вернуться к прежним мерам социального дистанцирования в общем будет тоже сам поэтому по крайней мере сейчас когда мы работаем с такой печальной и мрачной статистикой я считаю что риск влияния распространения коронавирусной инфекции это тот самый фон который может в любой момент спровоцировать мощнейшую коррекционную динамику по рынку рисковых инструментов также друзья не забывайте что александр новак повесил сомнения на прошлой неделе о том что россия будет участвовать в соглашении энергетического пакта в августе к этой теме я думаю мы вернемся через опять же комментарии представители официальных министерств энергетики россии на этой неделе либо а позже поскольку сейчас уже важно смотреть вперед и сейчас участникам энергетического пакта нужно актуализировать состояние текущей дорожной карты того как ключевые нефтедобывающие регионы планируют бороться за баланс на рынке черного золота дальше и кроме того друзья либо на этой либо также настоящий выйдет отчет от опек относительно того насколько страны были чистоплотны в соблюдении своих обязательств прошлого месяца но как вы помните я говорил что такие высокие цены скорее всего станут причиной того что страны не полностью соответствовали взятым на себя обязательством и процента соблюдение соглашения будет в районе 80 ну может быть чуть выше ну точно не сто процентов поэтому я допускаю что этот фонд также может стать причиной коррекционной динамики индекс доллара это второй актив на который я сейчас хотел обратить ваше внимание потому что от того что происходит с долларом строится вообще все прочие инвесторы идеи локальное снижение доллара она очевидно может быть связано с комментариями и прогнозом голман сакс которые понизли ожидания по экономическому росту американской экономики до 4 и 6 минус безусловно 4 6 процентов с 4 и 4 но в целом если посмотреть чем мы работали на прошлой неделе у нас очень хороший бэкграунд для того чтобы доллар рос во-первых это сильный отчет по нон-фарм перлс 4 8 миллиона новых рабочих мест уровень безработицы снился до 11 1 процента фрс сокращает баланс уже третью точнее даже четвертую неделю подряд на прошлой неделе минус 75 миллиардов долларов это по показателям баланса то есть идет изъятие ликвидности с внутреннего рынка мы говорим о факте того что штат остается эпицентром коронавируса и это не может не поддерживать спрос на защитный традиционно классический защитный доллар и не забывайте друзья мы еще также следим за тем как развиваются отношения между сша и китаем которые явно сейчас стали хуже после того как к сенат и палата представителей штатов приняли законопроект или уже можно сказать закон который позволяет властям сша устанавливать и вводить санкции против китайских чиновников причастных к закону независимости гонконга впоследствии все это конвертнется в новые трения по торговым вопросам и снова создаст дополнительную угрозу для мирового экономического роста ну и разумеется угрозу для того что будет происходить с рисковыми инструментами дальше поэтому я держу индекс доллара продолжаю оставаться в длинных позициях напомним что ранее не раз уже делал акцент что уровень стоп лосса помечен на отметке 9570 до тех пор пока мы до этого уровня не добрались в приоритете только длинные позиции золото 1771 я золото покупаю без прогнозирует к концу этого года 1800 долларов за тройскую унцию я с ними абсолютно согласен и в принципе также хочу прокатиться именно на этом ралли евро доллар 1 12 82 сегодня производственные заказы выйдут 9 00 по московскому времени ожидается спад по производственным заказом германии на 28 процента надеюсь то что евро с этим скорректируется фунт против доллара 1 24 92 очень важная неделя поскольку на этой неделе возобновляются переговоры по брейкзиту ранее они были отложены из-за очевидных и очень серьезных разногласий при повторении этого негатива в ближайшие пять дней против фунта будет выступать еще и ухудшение политического фона друзья не забывайте про это доллар канадец сдержан длинные позиции в пятницу выйдут данные по рынку труда канада ожидания слабы но и повторюсь что я жду все-таки коррекцию на рынке черного золота который может в моменте привести к серьезному росту пары доллар канадца на этом друзья собственно все хорошего торговой недели и увидимся завтра но прежде всего еще сегодня на вебинаре правильный понедельник всем пока